Если идея действительно хороша, нужно быть готовым ее защищать с боем. Молодые белорусские ученые выходят на ринг, чтобы доказать, их открытие достойно, чтобы о них узнал мир. Здесь нет боксерских перчаток и ударов гонга, зато полный зал болельщиков и возможность сразиться с соперником интеллектуально. Это молодые ученые Национальной Академии Наук, это представители организации здравоохранения, это независимые эксперты и представители вузов наших белорусских, то есть все молодые люди, которые занимаются наукой. Все они в той или иной мере являются очень активными популяризаторами науки. Участники научных боев — активные молодые ученые. Они не только изобретают, но и рассказывают о своих исследованиях в области медицины, биологии, энергетики широкой публики. К интеллектуальному бою ребят готовит тренер. Он помогает превратить сухой научный доклад в увлекательное выступление и учит, как настраиваться на победу. Молодые ученые ярко, наглядно, интересно должны представить свои исследования, свои разработки. Ну и, конечно, мы собираемся полностью опровергнуть то, что научный доклад — это одно из самых действенных снотворных. Александра Скоробогатова — единственная девушка в этом турнире, и уверена, она достаточно сильна, чтобы победить. Александра презентует проект с загадочным названием «Микроэлементология и смертельный квартет». К музыке исследование не имеет никакого отношения. Квартет — это четыре болезни, которые в сочетании друг с другом играют опасную мелодию для миллионов пациентов по всему миру. Это такое комплексное понятие, которое объединяет в себе диабет, артериальную гипертензию, инсульно-резистентность и ишемическую болезнь сердца. В общем и целом понятно, что все заболевания достаточно серьезные, но вот этот комплекс, он к тому же еще стимулирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний. А это, как вы понимаете, очень опасное состояние. И вот наши исследования отчасти помогают как можно раньше диагностировать возникновение метаболического синдрома. После презентации эксперты задают ученым вопросы, порой каверзные, но благодаря тренировкам перед рингом участники отвечают на любой подобный интеллектуальный хук. Как в боксе зрители могут делать свои ставки, голосовать за ученого, который наиболее убедительно и просто расскажет о своем достижении. Победитель получит денежный приз, остальные участники – бесценный опыт.